Да нет, дело не в лохотнике, к сожалению, а именно в ту самопорочную систему, которая создана в стране. И система государственной власти, и экономическая система, и все, что связано с ней. Поэтому, ведь выплы в том, что, конечно, покупательская способность населения падает, отчисления от гастарбайтеров наших уменьшаются. Конечно, нет той помощи, которую они ожидали от международных структур и так далее. Но это не спасает страну, не спасает народ. Если бы даже были в Ливане, если бы даже МВФ нам периодически давал какие-то кредиты, или были там добрые дяди, которые нам какие-то гранты отчисляли и так далее. Да, сама система ведет к самоуничтожению, к уничтожению государственности как таковой, к устранению ее вообще с лица земли народа как такового. К этому все и идет. А они хапают пока могут. Понимаете, для того, чтобы сместить его, нужно быть вторым Плохотнюком. Помним наш, так сказать, недавний спор между Филатом и Плохотнюком, чем это закончилось. Потому что двум акулам в Куцин, в болоте, скажем так, экономическом, в Молдову, выживать никак нельзя. Слишком малые доходы. Поэтому кто-то кого-то должен подвинуть. Или уничтожить физически, или как с Филатом, поставить надолго, так сказать, за решетку. Братья ЦОПа где-то ошиваются, где-то за границей, потому что они не способны что-либо решать здесь. Платформа, да, и все, что связано с ним, это способны, возможности и желание как бы вернуться здесь, на Молдовском политическом бомбурге, для того, чтобы решать свои те же олигархические, скажем так, интересы. Так что проблема не в Плохотнюке, потому что на месте Плохотнюка, будь Филат, ЦОПа, Додон, Усатый, не имеет значения кто, то же самое сделал бы то же самое. Ему деться некуда, потому что для того, чтобы выживать, чтобы выживал свой бизнес, выживал свои интересы экономические, он должен именно так поступать. Уничтожать конкурентов для того, чтобы самому выплыть в это мир. И они полностью зависят от других, от сильных мира сего, как мы говорили, или от Соединенных Штатов, или от Румынии, или от каких-то других стран. К сожалению, Евросоюз здесь и Америку нельзя разделять, или Германия там что-то играет, да и плевать Германии на Молдову и на интересы Молдовы, я вам скажу. У них свои проблемы, потому что сама Германия под каблуком Соединенных Штатов, и это показывает события в России. Вот именно противостояние двух серьезных игроков России и Соединенных Штатов Америки в регионе, они повлияют на судьбу нашего народа, нашей страны, на ее будущее, на ее экономику и все остальное. И только помощь России может спасти эту страну, как Молдову, и молдавский народ от полного поглощения Румынии и так далее. Вот какое видение есть на сегодняшний момент. А плохотники, они заинтересованы в том, чтобы они быть и оставаться. Для этого они что делают? Они создают партии политические на различном электоральном сегменте. Вы перечислили, что есть один черный, есть один белый, а есть еще и третий. Сейчас опросы последние показали, что порядка 20% населения смотрит на Румынию, как на возможность быть или спасением, скажем так, для нации. То есть прорумынские, унионистские тенденции в республике растут. Что делает плохотнику в данной ситуации? Он готовит команду, готовит следующую партию, он будет ее создавать, финансировать именно на этом электоральном сегменте. С чем? С тем, чтобы в парламенте, объединившись эти силы, выполняли его вводу. На этом он работает, на этом он тратит деньги, на этом он создает эти команды и все прочее. Имеет в кармане все, и правосудие, и органы власти, и управления, и органы силовые и так далее. Он может решать любую проблему с любым лидером, с любой партией и так далее. Вопрос только в том, вы говорите, что он долго там не может вызывать и так далее. Да он будет вызывать столько, сколько ему дадут вызывать, пока он будет выполнять чужую волю. А это чужую волю он будет выполнять до тех пор, пока он сможет реализовать свои интересы, чисто экономический интерес, пока он капитал будет свой наращивать. Именно на горбу, как говорится, простого народа. И система же у нас, государственность создана, тоже абсолютно бездарная, абсолютно, так сказать, в которой подается очень трудно объяснить, почему такое безвластие в стране. Вроде имеем президент, вроде имеем парламент, имеем правительство. А когда кого спрашивают, почему бардак такой в стране? Не с кого. Почему? Мы выбираем парламент по определенной схеме. Политические партии, туда-сюда и так далее. Они подчиняются, депутаты, избранные в парламенте, не столько воли народа, столько интересам партийным. То есть партийного босса, тот, который платит деньги. И этот депутат будет голосовать так, как ему скажет партийный босс. Вот Плокотнюку и нужно создать в парламенте большинство для того, чтобы они выполняли его воли. Вот они назначают правительство, они до сих пор избирали президента, скажем так. То есть все ветви власти находятся в руках именно этих лиц подневольных, которые голосуют, как бы решая судьбу. Но по сути дела они решают волю совершенно чужого человека. Вот это абсолютно, так сказать, бездарная система. Президентские выборы имели бы смысл в нашей стране тогда, когда народ бы голосовал, избрал бы президента всенарода. Тогда, когда Конституция дала бы ему серьезные полномочия. Формируя правительство, формируя команду и управляя страной. Через, скажем, 5-6 или сколько там Конституции дают тебе полномочия, народ тебя спросит, что ты сделал. А сейчас кого спрашивают? Даже избирая примаря в селе или в районе, главу района или там города и так далее, мы избираем и этих советников. И между ними начинается борьба, перетягивание канат. Кто сильнее, кто больше полномочий имеет, кто больше интересов имеет. И пример говорит, советники мне мешают что-то рулить. А советники говорят, что примарь идиот не может управлять. Вот и получается то, что мы имеем, по сути, без власти в стране. Кому-то выгодно. Конечно, плохотнику это выгодно. Западным структурам это выгодно. Почему? Потому что получается абсолютно безвольная власть в стране, которая подчиняется воле одного человека, и этим человеком можно модифровать, как хотел. Поэтому им проще иметь дело с одним плохотником, чем иметь дело с президентом, с правительством, с парламентом и так далее. Эту систему надо ломать. В первую очередь, конституцию сделать ее по-другому, чтобы широко обсуждалось в обществе. Чтобы этот серьезный документ обеспечивал нам, как говорится, магистральное развитие на годы, наперед. Вот что нужно в первую очередь делать. А не вот эти выборы, которые абсолютно, так сказать, в данной системе власти, в системе политической власти, они абсолютно ничего не дают нам. И никакого продвижения вперед нет и не будет. Будем мы эти списки там проверять, хоть не знаю, сколько собак поставим на цепи там, все равно ничего не удастся, потому что есть столько административных рычагов для того, чтобы влиять на все эти процессы. Мы их обсуждаем о списках не знаю о чем, но забываем об одном. Но, что именно на выборах появляются именно те политические партии, которые должны появляться. Преференции имеют именно те политические партии, которые нужны им. А кого нужно, быстренько и он убежал из страны. На плече, почему это, как говорится, момент истории, исторический момент. Сейчас этих кандидатов, я не исключаю, что завтра по связи на кого-то найдут такую компу, что его выкинут из президентской гонки и останутся именно те кандидаты, которые нужны. А мы думаем о списках, черт не знает о чем. Думать о системе надо. Система порочная, гнилая, ее надо ломать, в первую очередь. Потом уже говорить о каком-то благополучии, говорить о каких-то перспективах развития этой страны. Но, к сожалению, тут два фактора могут влиять, как мы уже говорили. Или народ осознает и массово будет голосовать за ту настоящую политическую силу, и думает о народе. К сожалению, из этих 40-х партий в стране нет ни одной, которой можно было бы доверить. Кроме, конечно, одной. Я не буду ее называть. Видимо, формат не дает, так сказать, с можности об этом говорить. Вот, наши беседы. Вот. Или же внешний фактор. И только. В данной ситуации. Или старший брат в лице России, или старший брат в лице Соединенных Штатов Америки. Кто, чья возьмет в этом регионе. Увы. Ну, это так. Такова наша действительность. Продолжение следует...